Вчера была Страстная Пятница, она действительно оказалась страстной. Российские оккупационные войска нанесли несколько ракетных ударов, в том числе и по жилым кварталам города Славянска. На данный момент 11 погибших, из них один ребенок, причем ребенок умер в карете скорой помощи, его вытащили из-под завалов, но довести до больницы не смогли. 21 человек ранены и по оценкам наших спасателей под завалами остаются еще трое людей, их личности установлены, но их еще не достали. Так что вот такая вот действительно Страстная Пятница прошла вчера в Украине. Ну и сегодняшний день, московиты не оставляют нас в покое, продолжают убивать. Сегодняшний день отличился тем, что пока версталась информация для этого видео, российская артиллерия нанесла артиллерийский удар по городу Херсону. В результате удара в городе погибла мама и дочь, две женщины, которые шли через парк, просто шли через парк. Вот такая вот обстановка накануне Волыкодня, такого святого праздника для Ав в Иерусалиме сходит благодатный огонь, уже на данный момент. Видите, у нас гибнут люди от московских оккупантов, а там творятся божьи чудеса. Ну да ладно, возвращаемся к оперативной обстановке. За прошедшие сутки 9 авиационных и 19 ракетных ударов нанесли московские оккупанты. 13 огневых ударов из реактивных систем, точнее, извините, 13 из систем ПВО ракетных ударов С-300 и 6 из других систем. В основном удары пришлись по городам Славянск и Краматорск, ну в Славянске я вам уже рассказал, что произошло вчера. А также 42 огневых удара из реактивных систем залпового огня. По позициям, в основном, конечно же, по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые мирные жители, также разрушенные дома, в том числе и мирных жителей. Вероятность нанесения ракетных ударов и авиационных ударов по всей территории Украины остается довольно высокой. Ну а противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на оперативных направлениях Лиман, Бахмут, Авдеевка и Маренко. В Бахмуте и Маренке продолжаются самые ожесточенные бои. За прошедшие сутки было отбито 56 вражеских атак, но это на всех четырех направлениях. Просто в Бахмуте и Маренке эти направления наиболее активны и количество атак, конечно же, больше, чем на Авдеевке и на Лимане. По оперативным направлениям. Здесь Волынь, Полесье, Сиверщина и Слобожанщина. Здесь оперативная ситуация существенно не изменилась. Признаков формирования наступательных группировок российских войск мы не наблюдаем. Некоторые подразделения российских вооруженных сил находятся на территории Республики Беларуси. И проводится, продолжается, точнее не продолжается, я уже даже не знаю какой номер по порядку, но началась, точнее проводится полная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. То есть, Лукашенко решил укатать свои войска в полях с нескошенными травами. Так можно сказать. Ну хорошо, пусть тренируется, пусть проверяет свою боевую готовность. Главное, чтобы не влазили в нашу войну, в наш конфликт. Далее. В течение прошедших суток противник обстреливал населенные пункты Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Кубенское и Лиманское направления. Здесь локальные бои вдоль всей линии соприкосновения, то есть вдоль всего фронта. Артиллерийские обстрелы с обоих сторон, то есть идут артиллерийские дуэли. В течение прошедших суток враг провел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Деброва. Но, к сожалению, улучшил свое тактическое положение в районе населенного пункта Белогоровка, Луганская область. Бахмут. Тут продолжаются наступательные действия со стороны московских оккупантов. Идут тяжелые бои в самом городе. Враг пытается пройти аллею Рос и закрепиться у железнодорожного вокзала города Бахмут. Пока идут боевые действия. И точно сказать на данный момент, где проходит линия боевого соприкосновения, к сожалению, невозможно. Авдеевка-Маренко. Тут противник сбавляет темпы наступления из-за погоды. Там дожди, все раскисло. Продолжаются безуспешные попытки противника улучшить свое тактическое положение в Первомайском, Марьинке и Универского. А также в районе Угледара. То есть они даже в районе Угледара начали в последнее время пытаться атаковать. Но безуспешно. Здесь в самой Марьинке идут очень ожесточенные бои по сравнению. А вот на этих, на Авдеевском направлении и в районе Угледара противник атакует. Но не так активно и не с таким напором. Шахтерское направление. Здесь наступательных операций за минувшие сутки противник не проводил. Ситуация без изменений. Ну и Запорожское и Херсонское направления. Здесь продолжаются перестрелки вдоль всей линии фронта. Более 40 населенных пунктов подверглись огневому воздействию со стороны российских оккупационных войск. Ну а с нашей стороны мы наносили огневые удары по российской артиллерии, которая обстреливала нашу территорию. Как вывод, можно за прошедшие сутки сделать следующее. Что глобальное влияние погоды в эти дни ощущается почти повсюду. На всех оперативных направлениях. Погода очень дождливая, очень сырая. Земля раскисшая. Техника вязнет в этой жиже. Пехота практически тоже вязнет в этой жиже. И какие-либо продвижения затруднены. Там, где более-менее твердый грунт, та же Марьинка, тот же Бахмут. Там идут активные боевые действия. Потому как на другой, на открытой местности такие действия проводить сегодня из-за погодных условий практически невозможно. Поставленные военным руководством России задачи на 23-й год остаются неизменными. Но ни одна из них не выполнена. Буквально вчера мы с вами обсуждали, я вам говорил, что новый дедлайн. По нашей информации есть новый дедлайн. Это конец месяца взятия Бахмута. Что его возьмут к концу месяца. Ну пусть попробуют в очередной раз. Не дождетесь. Также враг имеет незначительный успех в Белогоровке. Я уже говорил это. Они немного улучшили свое тактическое положение. Которая важна для дальнейших оборонительных действий в Серебрянском лесничестве. В районе Кременной. Вот здесь надо констатировать, что есть подвижка, улучшение тактического положения со стороны противника. Ну а на оккупированных территориях ситуация не улучшается. Наоборот ухудшается. Захватчики продолжают совершать мародерство на временно оккупированной территории Украины. В частности в Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива масла из электротрансформаторов. Что в свою очередь приводит к отключению отдельных улиц, населенных пунктов района. То есть видите они даже оставляют людей без света. Сливают с трансформаторов масло. Естественно срабатывает защита и трансформатор отключается. Без охлаждения он работать не будет. На вопросы местных жителей зачем вы это делаете, они говорят придут, если придут ваши, то они вам все исправят. Но имеется ввиду вооруженные силы Украины. Тут непонятно, либо они не уверены в том, что они удержат и просто вредят населению. Кстати это одна, я так думаю, что скорее всего это связано даже, они может так говорят для информационного прикрытия. А скорее всего это связано с тем, чтобы оставить людей без электрики, без интернета, без средств коммуникации. Вот что самое, без мобильной связи. Я вам скажу, что там на оккупированных территориях, ну по опыту здесь боевых действий в районе Киева, вышки мобильной связи после отключения стационарного питания тянули максимум час. Через час падал интернет, еще через полчаса падала мобильная связь. Все. Это сейчас уже все быстро научились, генераторы купили, аккумуляторы поставили. И теперь даже если вырубают свет на длительное время, все работает, коммуникация работает. А на оккупированных территориях там же никто модернизацию вот этих серверов и транслирующих станций не проводил. Поэтому слив масла с трансформатора и отрубив его таким образом, через час население остается без связи и света. Ну без света сразу, а без связи через час. Никакого интернета и можно рассказывать любые сказки, что там на фронте такие успехи, что уже до Луны дошли российские оккупанты. Вот такая вот ситуация на оккупированных территориях. В Черном море на 11 часов сегодняшнего дня, в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей. Среди которых два носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп которых может составить до 8 ракет. Ну и урожай, который собрали наши силы обороны за прошедшие сутки в ходе уничтожения противника. Итак, личного состава уничтожено за сутки 460 человек, танков 3 единицы, боевых бронированных машин 4 единицы, артиллерийских систем 1 единица, автомобильной техники и автоцистерн 6 единиц, специальная техника 3 единицы. Вот такие вот военные события произошли в Украине за прошедшие сутки. Субтитры создавал DimaTorzok